Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Финансовый институт» и ее ведущие Сергей Козий и Максим Нестеренко. Здравствуйте! А у нас сегодня в гостях Антон Трушин, директор госначейства «Газпром Медиа». Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о функциях казначейства в медийном холдинге «Газпром Медиа». Антон, не могли бы пару слов сказать о том, что представляет ваша компания и каков объем казначейской работы на этом поприще? «Газпром Медиа» является крупнейшим медийным холдингом в России. У нас есть несколько направлений бизнеса. Преимущественно это ТВ-блок, который представлен в основном телеканалами ТНТ и НТВ. Есть блок производства контента, есть радийный блок, который тоже является крупнейшим в России. И есть более мелкие направления бизнеса, медийные, например, «Газпром Медиа Диджитал» или «Селлер Газпром Медиа». С точки зрения казначейской функции в компании мы находимся пока, я бы сказал, на первых этапах становления этой функции. Первоначально она начала формироваться пару лет назад, когда в холдинг пришел новый менеджмент и была поставлена задача о централизации этой функции, но централизации с определенными оговорками. В нашей компании довольно большую роль играет менеджмент на местах, то есть менеджмент субхолдингов. Это может быть менеджмент субхолдинга развлекательное телевидение, это может быть менеджмент субхолдинга радио. Свои вопросы на местах они решают самостоятельно. Антон, мы можем говорить о том, что в вашей компании речь скорее всего идет о распределенном казначействе, где функции распределены. Могли бы вы в двух словах рассказать, чем управляет централизованное казначейство, что люди делают на местах и где идет связь, взаимодействие по функциям, по контролям? Да, по сути у нас вынесены наверх функции управления долгом и верхний уровень управления ликвидностью. У нас небольшая команда, нас трое человек и мы закрываем все вопросы по привлечению и управлению долгом и по тому, какие правила и как должна распределиться в нейтрихолдинговая ликвидность. Все вопросы по платежам на уровне операционном и все вопросы по банковскому обслуживанию, опять же, на операционном уровне решаются на местах самими компаниями и казначействами на местах. В данной ситуации означает ли, что каждое предприятие работает самостоятельно со своим выбранным банком или у вас есть какой-то пул опорных банков, которые с вами работают? Это, собственно, была одна из задач, которую мы решили в первую очередь. Мы ушли от большого количества банков, мы практически везде, где возможно, перевели все свои операции в Газпромбанк. Правда, надо оговориться, что Газпромбанк является нашим стопроцентным акционером, поэтому отчасти мы не пример показательный для рынка. И все свои операции мы сейчас базируем на Газпромбанке. Я говорю про казначейские операции. Можете ли вы сказать, что перейдя в один банк, вы достигли значительного улучшения в оперативном управлении вашими денежными потоками, в исполнении платежей, в управлении ликвидностью? Поскольку это все одни и те же люди, поскольку нету, назовем это так, зоопарка банков и зоопарка контрагентов, с которыми надо иметь дело, и не имеешь дела с всякого рода перегонами между банками и всякими техническими проблемами, связанными с этим. Помимо этого, есть еще и финансовая сторона вопроса, что перегоны внутри одного банка, они в большинстве случаев бесплатны. Ну и плюс еще деньги остаются внутри холдинга, да? Опять же, да, это позволяет более оперативно получать информацию о ликвидности и гораздо быстрее ее управлять. Насколько трудоемок и сложен был процесс концентрации денежных средств в банке? Воспользовались ли вы какими-то банковскими продуктами в связи с переходом в обслуживание один банк? Вообще, какие есть преимущества, недостатки, на ваш взгляд, по ситуации, когда вы используете один банк? Проблемы перехода, они исключительно носят, я бы сказал, человеческий характер. Иногда это просто разрушение какого-то привычного процесса, который там сложился в компании. Где-то там, например, если речь идет о паспортах сделок, это более трудоемкий процесс, потому что валютный контроль очень часто завязан с обслуживающим персоналом банка, и у людей нарабатаны годами эти контакты, это общение. Это пришлось разрушить и полностью перевести людей на одну платформу. Но это, я бы сказал, что тривиальная задача. Второй вопрос. Использовали мы решение? Да, мы сразу же поставили банку задачу по внедрению кэшпулингового решения, физический пулинг. Мы его внедрили по основным операционным компаниям, и буквально на днях уже перешли на вторую версию этого продукта. Речь идет об ежедневном концентрации денежных средств, да? Да, абсолютно верно. Мы перешли на ежедневную концентрацию средств с подключенным авердрафтом, что, конечно, очень приятная функция, я бы сказал, для любого казначея. Правильно я понимаю, что вы в основном опираетесь на средства автоматизации банка и решений на базе каких-то электронных таблиц, или же вы имеете какую-то внутреннюю казначейскую систему. Расскажите, как это организовано, и какие нюансы казначей должны учитывать при построении пулинга и централизованного казначейства. Пулинговые решения закрываются полностью на стороне IT-систембанка. Мы работаем в программной среде расчетного центра корпорации, который предоставляется Газпромбанкам, и тут все вопросы решаются им. Мы как работали в клиент-банках, так и продолжаем в них работать. По сути, РЦК для нас носит характер только сбора централизованной информации и управления лимитами в рамках кэш-пулинга. — Используете ли вы какие-то решения в виде Excel? — Внутренние решения. Безусловно, мы пользуемся все еще много Excel. Кто-то может сказать, что это уже устоявшая практика. Я бы сказал, что если для решения поставленных задач этого хватает, то можно этим пользоваться. Наверное, в идеальном мире нужны современные IT-системы, будь то общие корпоративные ERP-системы или отдельные продуктовые казначейские. У нас этого пока нет. У нас есть внутренняя система учета, которая позволяет в рамках каждого субхолдинга создавать заявки на оплату, привязывать их к договорам и дальше осуществлять весь необходимый учет с дальнейшими выгрузками в клиент-банках. Это, собственно, никакая не новость. Я думаю, такое существует практически везде. Специальных продуктов мы пока не внедряли. Опять же, такой задачи менеджментом пока не ставилось. Понятно. То есть, в принципе, можно сказать, что вы идете в общей конве большинства как российских, так и западных компаний, которые по-прежнему используют не трежерий менеджмент системы, казначейские системы, а эксельские таблицы, какие-то решения, которые находятся рядом. Да, по возможности мы где можем, мы своими силами автоматизируем процесс, безусловно. Эксель у нас носит такую подспорную функцию, но, да, наверное, вы правы, наверное, это общая практика сейчас такая. Скажите, вот сторонники трежерий менеджмент системы обычно настаивают, что эксельские системы небезопасны, что возможны какие-то как ручные ошибки, так и некие злонамеренные действия. И в этой связи система с распределением прав, отдельная казначейская система, это намного лучше. Вот в вашей практике у вас есть какие-то, не знаю, способы контроля или как бы способы мониторинга за той информацией, которая хранится и обрабатывается в таком ручном режиме? Как вы боретесь с ошибками? На что нужно обратить внимание казначей, если он продолжает работать в экселе? То есть в какой момент является важным триггером для перехода на казначейскую систему, на ваш взгляд? Я бы сказал, основным триггером, на мой взгляд, должен быть уровень сложности просто решаемых задач. Если речь идет об абсолютно каких-то базовых продуктах и несложных расчетах, эксель и человеческий труд абсолютно с этим нормально справляются. Достаточно внедрить принципы нескольких глаз и ошибки будут сведены к минимуму. То есть вы подтверждаете, что человек является наиболее гибким ресурсом? К сожалению, человек является всегда самым плохим ресурсом, я бы сказал. И я боюсь, что как казначейство, так и финансы в целом в свое время падут жертвы автоматизации. Из автоматизации будущее. Я в это верю, я искренне верю. И хочу, чтобы мы туда шли. К сожалению, это приведет к тому, что кадры вымоются. И люди будут не нужны. Антон, вы сказали, что кратко у вас основные функции. Это организация финансирования. Платежи делаются в компаниях. А какие еще функции вы видите, целесообразно поднимать на уровень головной компании централизованного казначейства? А что все-таки лучше, как можно дольше оставлять на стороне компании, дочернего общества? Я сейчас скажу, наверное, с точки зрения того, что я вижу на рынке и того, что делают мои коллеги по цеху. Конечно же, люди поднимают на уровень казначейства централизованного вопрос финансовых рисков. И здесь могут быть либо риски валютные, либо риски контрагента. И второй вопрос, который поднимается на уровень казначейства централизованного, это управление оборотным капиталом. Это два таких, наверное, кровоигольных камня, которые, наверное, должны существовать в развитых казначействах. И я подозреваю, что в крупных, уже давно организованных компаниях они существуют. Скажите, а вот многие компании идут по пути сокращения, допустим, кассовых операций до нуля. То есть многие предприятия не имеют касс. Есть ли у вас такая тенденция, как закрытие касс на предприятиях, или они у вас уже в принципе никогда не открывались? Выдача зарплаты у вас членяется с помощью исключительно зарплатного проекта? Ну, безусловно, с точки зрения финансов и управлениями без наличной расчета и любая автоматизация, они всегда приветствуются, поэтому мы везде, где возможно, переходим на зарплатные проекты. Опять же, в нашем случае на базе Газпромбанка. А другое дело, что с точки зрения иногда специфики бизнеса от кэша иногда уйти невозможно. И это уже надо смотреть по задачам конкретных людей. Потому что если требуется привлечение определенного круга специалистов, которые необходима оплата по контрактам гражданского правового характера, это очень часто можно закрывать наличными расчетами. Некоторые банки, в том числе, по-моему, банк, которым вы обслуживаетесь, предлагает решение по такому моментальному выпуску карт и так далее. Безусловно, есть такие решения. Я слышал про хорошее решение от Альфа-банка. Правда, мы с ним не работали, но такие решения есть на рынке, действительно. Антон, мы должны нас прервать. Мы продолжим наш разговор после большого перерыва. Дорогие друзья, реклама. Дорогие телезрители, в эфире снова программа «Финансовые институты». Ее ведущие Сергей Козьев и Максим Нестеренко. А я напоминаю, что у нас в гостях Антон Трушин, директор казначейства компании «Газпром Медиа Холдинг». Антон, возвращаясь к структуре компании, вы упомянули, что основные ваши человеческие ресурсы находятся в местах в дочерних обществах. Расскажите, какие особенности, на что нужно обращать особое внимание при управлении матричным людьми, какие существуют механизмы, инструменты, регламенты, контрольные процедуры для управления таким распределенным казначейством? Не буду, наверное, открывать Америку. Как я говорил, у нас есть обособленный менеджмент в субхолдингах, который решает свои вопросы на местах. Поэтому в рамках каждого субхолдинга казначейство подчиняется финансовому директору, который, соответственно, рапортует финансовому директору на уровне холдинга. С казначействами у нас ситуация такая же, то есть, по сути, как вы правильно сказали, у нас матричная система управления. В рамках такой системы речи о прямом подчинении нет, но, тем не менее, мы постоянно общаемся с людьми на местах и стараемся, чтобы наше общение было по возможности регламентировано необходимыми документами по ключевым процессам. Будь то регламенты по платежам, регламенты по займам или какого рода необходимые документы по управлению риском, оборотным капиталом, если это, опять же, необходимо. Опять же, контрольные процедуры в данном случае прописываются в каждом из документов и также прописывается их периодичность. Тут ничего особенного я сказать не могу. У нас в этом плане довольно обычная ситуация, распространенная во многих холдингах российских и не думаю, что только российских. Насколько это живые документы? Насколько часто они видоизменяются, дорабатываются? Документы по остальным процессам довольно статичные. Если назревает необходимость в изменениях, то эти изменения рассматриваются и вносятся. Но, опять же, повторюсь, этот процесс не должен быть частым и любое внедрение документа, который описывает процесс и его регламентирует, это довольно болезненный процесс и довольно долговременный. — Значает ли это, что авторство документа лежит за централизованным казначейством или же это коллективное творчество? Привлекаете ли вы модных нынче консультантов по казначейской функции из четверки или просто каких-то специалистов с рынка? — В нашем конкретном случае мы не привлекаем консультантов. Мы являемся инициаторами и главными вдохновителями обычно таких документов. Но, безусловно, мы спрашиваем мнение людей на местах, насколько наши предложения летают или не летают, как они соотносятся с действительностью. Потому что именно они на местах могут сказать, как это в жизни будет претворено. — То есть вы фактически только согласовываете с ДЗО свои регламенты или как-то вовлекаете в процесс? — Процесс этот, не сказать, что формализованный, это уже больше в рамках нашей матричной системы. Мы создаем документ и мы просто делаем так называемый sanity check с тем, что люди понимают, что в документе написано, потому что наше видение одно, у них видение может быть другое. И, по сути, просто проверяем с ними, насколько этот документ валиден и может быть выполнен. — Антон, а скажите, какие источники вы используете, чтобы отслеживать какие-то последние тенденции на рынке, лучшие практики? Обычно консультанты как раз привлекаются для того, чтобы учесть с одной стороны специфику компании, с другой стороны привнести эти в практики. Тем не менее, в интернете сейчас полно достаточно информации о лучших практиках. Есть конференции казначейские, есть ассоциации корпоративных казначеев. Расскажите, какие самые ценные для вас источники информации для внедрения изменений в казначейскую функцию? — Если говорить конкретно про наш случай, то, безусловно, самым, наверное, важным источником для нас является ассоциация казначеев и регулярно проводимые ей встречи или семинары, потому что именно они позволяют встретиться с коллегами по цеху, что не всегда возможно, и именно они позволяют получить живой пример того, что люди сделали. Потому что консультанты или банкиры очень часто грешат тем, что они создают какой-то стандартизированный продукт, потом приходят, его и впаривают. Всегда хочется увидеть пример реальных людей, которые что-то сделали сами, своими руками, и могут это сказать конкретно, какие это приносит плюс, какие минусы. Нужно ли это было вообще? — То есть вы считаете, что ассоциация — это та самая платформа, которая на нашем российском рынке позволяет существенно повысить эффективность выносимых инноваций, изменений в вашей деятельности казначейской? — С одной стороны, ассоциация или любое профессиональное сообщество, называйте это ассоциацией или еще как-то. С другой стороны, это должен быть все-таки направленный менеджмент. То есть если у менеджмента стоят задачи, и казначейство может помочь их решить, это очень важный фактор. Потому что само по себе казначейство развиваться не будет. Оно все-таки отвечает тем задачам, которые ставит менеджмент перед компанией. — Мы хотели еще затронуть тему автоматизации. Как правило, есть две точки зрения. Кто-то считает, что нужно купить очень дорогую или не очень дорогую, но очень эффективную систему. Для этого, как правило, организовывается большой проект или не очень большой проект. И часто случаи, когда эти проекты заканчиваются ничем. Другие люди более практичны, ориентированы на транзакционный некий бизнес, для того, чтобы сделать транзакцию, взять займ, защитить какой-то важный платеж, настроить функцию и так далее. Поэтому автоматизации уделяют по остаточному признаку. Хотелось бы узнать ваше мнение, текущее ощущение рынка в России, средства автоматизации казначейских систем. И что вы думаете, есть ли у него в ближайшее время прорывные технологии, будущие, которые могут заинтересовать казначейским сообществом? Возвращаясь опять же к ассоциации, на недавно проведенной встрече были приведены несколько примеров крупных российских компаний, холдингов, которые внедряли казначейские продукты. Вы имеете в виду встречу на платформе Банка ВТБ? Да, абсолютно верно. И, безусловно, у людей стоит глобальная цель по автоматизации, и они цели этой добились разными путями, где-то с привлечением сторонних ресурсов, где-то в основном своими силами. Но то, что они построили, это, конечно, будущее, к которому надо стремиться. Опять же, нужно ли это будущее, это уже определяет менеджмент компании. Антон, насколько я знаю, сейчас один из ваших субхолдингов, даже два, получается, НТВ Плюс и Матч ТВ, как раз автоматизирует функцию казначейства на базе 1С Управления холдингом. И как раз, возможно, уже на следующей ассоциации корпоративных казначейств, или когда-нибудь тогда было уже рассказано, именно ваша история. Как вы смотрите на то, что ваши дочки уже идут, по сути дела, впереди планеты всей и начинают автоматизировать свои основные функции казначейства? Мы смотрим на это хорошо. На самом деле, у нас в рамках наших субхолдингов уже довольно высокий уровень автоматизации достигнут казначейств. Я могу привести конкретный пример нашего радиохолдинга, где я проработал какое-то время. И там процесс полностью автоматизирован, и казначейство, по сути, просто отслеживает правильность того, что, по сути, происходит в системе. Но все функции, начиная с момента необходимости расхода и до его совершения, они происходят все в системе. Поэтому сказать, что НТВ плюсы и матч, они первые, это точно не так. То, что они встали на путь этой автоматизации, это прекрасно, это хорошо, это всегда только приветствуется. Но опять же, мы говорим конкретно о операционном бизнесе на месте. Говорить о каких-то там высокоинтеллектуальных продуктах тут не приходится. Это просто инструмент. Это инструмент, наверное, позволит вам синтегрироваться с ним, и уже тогда высокоинтеллектуальные функции. Прежде всего, это позволит более эффективно работать людям на местах и просто сократить их количество. Что, собственно, всегда и приветствуется в рамках процесса автоматизации. Антон, автоматизация, это, конечно, хорошо, но ключевой элемент автоматизации – это люди. Как у вас обстоят дела с кадрами, какие требования выдвигает компания к компетенциям кадров, какие у них есть ключевые показатели эффективности работы казначеев? Если говорить о KPI или ключевых показателях эффективности, то это, на мой взгляд, один из самых эффективных инструментов управления людьми и их целями. В рамках нашего холдинга KPI устанавливается на уровне менеджмента и дальше каскадируется по функциям. В нашем конкретно случаем, на уровне холдинга, KPI пока не внедрены. В субхолдингах на местах они присутствуют, в отдельных случаях присутствуют, в отдельных случаях не присутствуют. Я считаю, что пока единого стандарта у нас нет, но к нему надо идти и его надо формировать. Опять же, наверное, для этого потребуется какой-либо референс с точки зрения примеров на рынке и опыта коллег по ассоциации. Потому что, опять же, у всех разные задачи, и исходя из этих задач надо формулировать и KPI. Тут у нас недавно был Владимир Кизнец, передача, и мы обсуждали тоже KPI. Единого мнения нет, то есть это все-таки такой индивидуальный... Единого мнения нет. Если это операционное казначейство, понятно, а KPI будут носить операционный характер. Если это казначейство верхнеуровневое, то тут уже надо ставить KPI по разработке каких-либо механизмов, которые повысят либо доходность, либо эффективность казначейства, либо снизят нагрузку на кадры. То есть уже более высокоуровневые задачи. Понятное дело, что единого мнения тут и быть не может. Все будет зависеть от конкретных задач. И Володя Кизнец, конечно, в этом плане кладет знаний. Понятно. Антон, у нас осталось буквально 30 секунд до окончания передачи. Что бы вы напоследок хотели пожелать нашим телезрителям или вашим коллегам по цеху? Нашим коллегам по цеху я бы, наверное, пожелал сейчас в моменте сговорчивых банков и хороших банковских контрагентов. В нашем случае нам повезло иметь такого надежного акционера и партнера, как Газпромбанк. У всех, конечно, ситуация по-разному в этом плане. Ну и второе, это, конечно, надо идти по пути прогресса и автоматизировать все, что возможно. Это будущее, к которому надо стремиться. Дорогие друзья, в эфире была программа «Финансовые институты». В гостях был Антон Трушин и ее ведущие Сергей Козий, Максим Нестеренко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова